В Хангаласском Улусе долгожители награждают почетным знаком ИТКСАС, по аналогии с наградой республиканского значения, вручаемой на столетие. ИТКСАСу достаиваются граждане, достигшие 90 лет и проживающие на территории района. Подробности в материале Виолетты Засимовой. Ох, я недавно стара стала, все молоденько была. Мужа мальчиком считал, сама девушкой была. Вот так с озорным блеском в глазах одну за другой выдает частушки Клавдия Родионова. И ведь не скажешь, что совсем недавно ей исполнилось 90 лет. Потом о государевых ямщиков она родила в селе Крестях, тогда еще от Женикидзевского района. В 13 лет с началом войны начала свою трудовую деятельность в постоялом дворе. Перегоняла почту в зимнее время с одного села в другое. Общий трудовой стаж Клавдии Иннокентьевны составляет 42 года. Она – ветеран тыла и труда, многодетная мать, бабушка и прабабушка. Я горжусь, что я живу, что я работала, значит я молодец. Инициатива поощрять пожилых людей, достигших возраста 90 лет, принадлежит Совету ветеранов Хангаласского Улуса. Администрация района в свою очередь рассмотрела и поддержала предложение. Вместе с почетным знаком долгожителю выдается премия в размере 50 тысяч рублей, выделяемая из бюджета района. В этом году у нас отмечено 17 граждан данным знаком. В следующем году у нас 24 гражданина. И вот в очередь видно, что количество граждан, которые отмечаются данным знаком, увеличивается. Сам почетный знак представляет собой круглый медальон из серебра 925-й пробы. На нем изображены две фигуры пожилых людей – мужчины и женщины, выпускающие из своих протянутых рук птенцов детей в большой жизненный путь. Центр знака занимает священная канавясть Сергея, на заднем фоне – плодородная земля Хангаласов, обрамляемая горами Миранами.